Певец Заполярья – так называют земляки ненецкого поэта Прокопия Явтысова. В этом году поэту, писателю и драматургу, художнику-иллюстратору исполнилось бы 85 лет. В его лирической поэзии так трепетно звучит сыновья любовь к отчему краю, пронизанная тревогой и болью за искалеченную природу. Поэту удается тонкое и бережное проникновение в психологию своих лирических героев. Без преувеличения Прокопия Явтысова можно назвать национальным героем ненецкого края. Ярчайшим выразителем культуры Крайнего Севера. Поэт, рожденный тундрой, Прокопий Явтысый, на кадрах хроники читает стихи. Несмотря на то, что уникального человека нет уже более 10 лет, его творчество помнят. Доказательство тому более 700 поклонников, которые пришли почтить память талантливого земляка. Это не только зрители, но и многочисленные артисты. И Хаяр, естественно, здесь должен играть очень важную роль, поскольку Прокопий Андреевич создавал и репертуар этого ансамбля, он сам был участником этого ансамбля. Поэтому вот те песни, которые сейчас поет вокальная группа, очень многие из них написаны на слова Прокопия Андреевича. И я думаю, это самая лучшая память о поэте и о человеке, когда его песни поют, когда продолжают читать его стихи. А продолжателей творчества Прокопия Евтысова действительно много. Это люди разных возрастов и профессий. Есть среди них самый преданный поклонник, внук поэта Александр Латышев. Это наша надежда нашей семьи, потому что именно он сейчас сочиняет стихи. И мы надеемся, что он продолжит папина дело, потому что буквально накануне у него родилось стихотворение, которое называется «Семья». И я хочу, чтобы вы его послушали. Если ты в кругу семьи, то ты знаешь, что ты любимый, счастьем одаримый. И счастье нужно всем. И если ты в кругу семьи, то счастья у тебя много. Семья для потомков Евтысова, как и для самого поэта, играла большую роль. Это была тихая гавань понимания и заботы. Ведь жизнь неординарного человека била ключом. Помимо литературного творчества Прокопий Андреевич занимался живописью. Был драматургом, художником, педагогом, тренером, общественным деятелем. И везде успешным. Например, с 1963 по 1986 год руководил Окружной федерацией по национальным видам спорта. И был удостоен звания отличник физической культуры Российской Федерации. Его персональные выставки картин прошли не только в Ненецком округе, но и Норвегии, Аляске, Канаде, Гренландии, Швеции и Финляндии. В последние годы жизни, являясь вице-президентом Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», он добился организации в Наринмаре первого ненецкого театра «Ирлипс». И это только малая часть заслуг нашего земляка. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. 2017 год в Ненецком округе был объявлен годом Прокопия Евтысова. Более сотни мероприятий по всему округу объединил поклонников поэта в едином литературном проекте «Зов морожковой земли». С данным проектом регион участвовал во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» и вошел в двадцатку субъектов Российской Федерации претендентов на звание «Литературный флагман России». Вечер памяти во дворце культуры Арктика стал красивой завершающей точкой. Впрочем, многоточием. Ведь творчество Прокопия Евтысова живет в сердцах сотен поклонников по всему миру. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».